Второй день масштабных командно-штабных учений, проводимых в Чувашии с целью проверки готовности экстренных служб региона к действиям при угрозе чрезвычайных ситуаций, был посвящен выполнению практических задач. Тренировки спасателей одновременно прошли сразу в трех муниципалитетах – в Урнарском округе, в Чебоксарах и Новочебоксарске. По легенде, ЧП произошло на железнодорожных путях около завода «Химпром». Здесь потерпел крушение грузовой состав, перевозивший жидкий хлор. Как спасатели справились с ликвидацией аварии, расскажет Михаил Нагоркин. По замыслу учений, во время маневровых работ с железнодорожным составом, состоящим из 15 цистерн, с рельсов сошли пять. Одна из них с хлором опрокинулась. В результате произошел разлив 30 тонн химикатов. Погибли пять человек, еще пятеро получили отравление. Ситуация усугублялась еще и тем, что образовавшееся парогазовое облако относилось с ветром в сторону населенных пунктов. На место аварии незамедлительно прибыли пожарные, спасатели, полицейские и врачи. Командная работа, синхронность нужна, понимание нужно. А без этих учений это никогда не произойдет, поэтому считаем очень важно. Но в целом, на первый взгляд, все очень стараются, но, на мой взгляд, оценка будет в целом неплохая. Задача спасателей – оцепить всю зараженную территорию и устранить последствия разлива хлора. Также необходимо измерить степень загрязненности почвы вредными веществами. Разлитую химию заливают специальной пеной, чтобы предотвратить ее дальнейшие распространения. На специальном поезде на место аварии прибывают подразделения РЖД. Состав оснащен гидравлическим краном для подъема упавшей цистерны. Любое учение – это же не просто проверка. Это возможность тем, кто это учение отрабатывает и те, кто здесь присутствует, найти для той или иной ситуации самые такие оптимальные компромиссные решения, которые позволяют в сжатые сроки, в первую очередь, решить все вопросы по ликвидации через все эти ситуации. Самое главное, что одни учатся, другие подсказывают, как правильно, и, в-третьих, мы вырабатываем то решение, которое позволит нам всем, независимо от тех, кто приехал посмотреть, и тех, кто сегодня организовал и проводит это учение, найти, наверное, правильное решение. То, которое позволит субъекту в этом плане завтра, не дай бог это произойдет, быть готовым для ликвидации через все эти ситуации. Сегодняшнее прохождение комплекса неблагоприятных явлений, которые реально проходят, вот это уже не учение, это реальная возможность, все вопросы отработать на практике. Сегодня в регионе проходит завершающий день тренировок спасателей. Оценку действиям экстренных служб специалисты дадут на заседание по итогам команды штабных учений. Михаил Нагоркин, Диана Иванова, Михаил Солин, Вести Чувашия.